У белгородцев есть вопросы, и губернатор Вячеслав Гладков готов на них отвечать. Причем каждый будний день в своих социальных сетях. О чем спрашивали главу региона сегодня, вот некоторые из тем. Жители приграничного села Козинка беспокоятся о своей безопасности. В частности, чтобы у них не случилось того же, что в селах безыменно из Подарюшина. Губернатор предложил сохранять спокойствие, но быть бдительными. В текущей ситуации многое зависит от каждого жителя. Опасность, она есть. Мы все-таки находимся на границе. Идет специальная операция, и активности неприятной, опасной нас хватает. И вы знаете, что и в селе Козинка тоже были сложные ситуации, когда приходилось разминировать большое количество объектов, находящихся в частной собственности. Сам приезжал к жителям, когда они меня просили приехать, и помогали им с этим разминированием. Обеспокоенность своей безопасностью выразили и жители другого приграничного села. Куда обратиться, если на их территории находится заброшенный дом? Такой вопрос возникает у многих селян, особенно на прилегающих к Украине территориях. В таких строениях могут расположиться недоброжелатели. Эту тему жители региона уже не в первый раз поднимают во время Блицефира Вячеслава Гладкова. Губернатор заверил, работу с заброшенными домами усилили по всей области. Обратиться нужно под администрацию села или района. Согласен с вами, что определенная опасность есть. Наши добровольные народные дружины, полиция проводят регулярный обход данных домов. Но их у нас много. В целом по области это 13 тысяч домов. В первую очередь сейчас мы отрабатываем те дома, которые находятся вдоль границы. В чем сложность? Это частная собственность. В большинстве своем есть собственники, но они по каким-то причинам покинули село. Только с прошлого года в порядок привели больше тысячи заброшенных домов. В следующий раз задать 10 вопросов губернатору можно в понедельник, 18 апреля в 19 часов.